Годовой план по заготовке кормов по республике выполнен на 92%. В 10 районах отмечается перевыполнение плана, но тем не менее есть районы, которые отстают. В связи с этим председатель правительства Евгений Чейкин проверил ход кормозаготовительной кампании в Усть-Алданском районе. Евгений Тайтонов продолжит. Кормозаготовительная кампания в этом году проходит на фоне природно-климатических аномалий. В северных улусах республики сенокосные угодья оказались в зоне подтопления, а в центральной Якутии наоборот оказались подвержены засухе. Шесть районов пострадали, это Ус-Алданский, Намский, Хангаланский, город Якутий. То есть засуха была отмечена в июне, дождя вообще не было, в июле тоже. В период именно вегетации, период произрастания именно зерновых, они все пострадали. В связи с этим в Усть-Алданском улусе летом были проведены работы по поддержке растеневодческих хозяйств, а также миллиардативные мероприятия. Тем самым в улусе смогли выйти из критического на потенциально опасный уровень. Мы прогнозируем на уровне 9-10 центнеров, это я имею в виду зерновых 9-10 центнеров с одного га. Хотя в лучшие времена этот показатель был на уровне 17-18 центнеров. Если все будет проходить в рамках принятых решений, будет приобретаться дополнительная корма за пределами улуса в объеме 1130 тонн, мы эту зиму должны пережить нормально. Председатель правительства Евгений Чекин в ходе проверки кормозаготовительной кампании в Усть-Алданском улусе посетил Батагайские и Леговские наследия, ознакомился с летним хозяйством, с посевом суданской травы, а также осмотрел поля, посевы зерновых культур хозяйства Бетта-Агра, где в этом году был приобретен новый комбайн и полностью восстановлены старые зерноуборочные техники. Сейчас в хозяйстве остается нерешенным вопрос складирования. Евгений Чекин в ходе совещания отметил, что предприниматели возвращаются в село и развивают успешный бизнес, где главным фактором остается человек, которому необходимо создавать максимальные возможности для предпринимательской деятельности. Постановка вопросов государственной поддержки в данном случае в Усть-Алданском районе, это не везде так, начинается тогда, когда фермеры, предприниматели уже достигли определенных результатов и вышли уже на хорошие производственные показатели. После этого возникает вопрос дальнейшего расширения и, соответственно, ставятся вопросы о государственной поддержке. Такой подход очень радует. Подводя итоги совещанию, председатель правительства отметил, что кормозаготовительная кампания в республике еще идет полным ходом. Есть районы, которые ввиду объективных факторов, план до конца года не смогут выполнить. В этой связи Минсельхозам республики сформирован прогнозный план по распределению имеющихся запасов кормов. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск.